Сегодня, когда в мире так неспокойно и где-то гибнут и страдают люди, все мы как никогда раньше остро осознаем, переливание крови и ее продуктов позволяет спасти огромное число человеческих жизней. Недавная трагедия в Крокус-Сити показала, что благодаря донорству медикам удалось буквально вырвать из лап смерти десятки людей. Бессменно несут свою вахту сотрудники станции переливания крови. И за бесценную помощь людям уже в который раз получили высокую оценку. По итогам работы за 2023 год филиал Пинской центральной поликлиники занесен на городскую доску почета. Благодаря донорской активности, благодаря слаженной и скоординированной работе сотрудников филиала станции переливания крови, а также специалистов областного и республиканского уровня, наши лечебные учреждения не испытывали дефицита в компонентах и препаратах крови. Все наши врачи имеют квалификационные категории и практически все средние медицинские работники имеют ту или иную квалификационную категорию. Сплоченный дружный коллектив профессионалов станции – это настоящие солдаты службы крови, глубоко осознающие гуманность и жизненную необходимость своей миссии. Сегодня на помощь им приходят новые технологии и оборудование. В прошлом году региональным планом мероприятий по реализации государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» в Пинском регионе для нашей станции переливания было запланировано более 200 тысяч белорусских рублей и все эти деньги были нами освоены для укрепления материально-технической базы. Обновление материальной базы позволило расширить спектр диагностических исследований, что особенно важно для безопасности донорской крови. Мы получили финансирование и смогли обновить полностью парк аппаратуры для иммуноферментного анализа, которым уже давно работаем, с 1988 года, и приобрести новое оборудование для нового метода полимеразной спной реакции, которое позволяет выявлять инфекционную патологию на ранних стадиях, в минимальных количествах и определять не только качественно, но и количество на некоторые виды исследований, а также помогать врачам выявлять варианты возбудителей инфекционных заболеваний, чтобы было легче подобрать лечение. Такая достоверная и точная диагностика инфекционных патологий пациентов в больничных учреждениях всего региона повышает качество, уровень и эффективность лечения. Задача наша, конечно, это основная инфекционную патологию выявить для того, чтобы вовремя и более качественно подобрать лечение. Но вторая задача, или так можно сказать, не менее важная, это не пропустить в донорство тех, кто не может быть допущен. То есть те, которые перенесли инфекционные заболевания, у которых остались их следы, для того, чтобы препараты крови были безопасны и качественны. Потребность в донорской крови и ее компонентах с каждым годом не уменьшается. Иногда только их целительное действие помогает продлить жизнь пациентов в угрожающих состояниях. За прошлый год на Пинской станции переливания было заготовлено и переработано более 5,5 тысяч литров донорской крови. Все эти компоненты ушли в лечебные учреждения и более 2 тысяч пациентов получили тот или иной компонент. Как никто другой, сотрудники станции переливания крови понимают, от их работы зависит, чтобы неисчерпаемым был банк крови. Чтобы в любую минуту можно было обеспечить потребности лечебных учреждений Полесского региона. От имени всех сотрудников хочу поблагодарить доноров, каждого из тех, кто приходит к нам и делится частичкой своей крови. Но от себя лично сказать слова благодарности каждому сотруднику, кто добросовестно и ответственно выполняет свою работу на своем рабочем месте. И пожелать всем только мира и здоровья. Пинская станция переливания крови в полном объеме обеспечивает продуктами и компонентами крови все больничные организации города Пинска, Пинского, Лунинецкого и Ивановского районов. И свою задачу коллектив решает на отлично, по праву занимая достойное место на городской доске почета. Продолжение следует...